Народ Божий, хочу приветствовать вас словами Господа нашего Иисуса Христа, мир вам! Пусть этот мир и благодать Божья будет в ваших семьях. Я думаю, что каждый из нас сегодня утром имел возможность и желание направлять свои стопы сюда, чтобы быть в Доме Божьем. Каждый из нас имел это желание прийти для того, чтобы прославить нашего всемогущего Бога. Помните, как царь Давид однажды описывал свои ощущения, он говорил, что все-таки лучше быть у порога Божьего дома, нежели где-то там, со всеми прелестями, но за дверями. В Доме Божьем лучше, в Доме Божьем хорошо, в Доме Божьем уютно и благословенно. И Давид пишет в первом псалме, он говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и который не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но о законе воля его и о законе он размышляет день и ночь. Братья и сестры, мы с вами блаженны, потому что мы сегодня не сидим в собрании развратителей, но мы сегодня пришли в Дом Божий, чтобы поклониться всемогущему, живому, истинному Богу. Он достоин принять всю славу, всю хвалу и поклонение. И Давид говорит, к святым и к дивным Твоим, к ним все мое желание. Вот это желание к святым и к дивным, оно привело нас сегодня в Дом Божий, чтобы мы могли вместе услышать замечательные пения, хорошее слово, склониться в молитве перед Господом, чтобы открыть Ему свое сердце, осознавая, что Он слышит нас. Все это благословено. И как вы уже знаете, наша церковь, она взяла такое направление госсемьи. И я верю, что это от самого Господа. Бог дал это желание нашим старшим служителям, чтобы мы взяли этот гос, назвали госсемьи, и не просто назвали, но чтобы мы стояли в молитве за семьи. Вы уже знаете, у нас в церкви в фамилии есть служение молодым семьям, которое называется сопружество на всю жизнь. И каждую пятницу на протяжении уже двух лет мы молимся за семьи. Мы молимся за молодые семьи. Мы молимся за старшие семьи также. Потому что дьявол сегодня всячески, он пытается разрушить семью. Дьявол сегодня пытается разрушить семью. Он хочет сделать семью как что-то ненужное, бесценное. Он хочет разрушить принципы Божьего брака. И сегодня мы должны стоять в проломе. И мне нравятся те слова, когда Иисус, наверное, однажды сказал, когда Он собрал народ. Он говорит, вы как хотите. А я и дом мой, мы будем служить Богу. А я и дом мой, я буду служить Богу. Мы сегодня тоже самое говорим. Я и дом мой, мы будем служить Богу. И сегодня тема моей проговори называется «Атмосфера семьи». Когда мы слышим слово «атмосфера», мы сразу представляем автоматически своим разумом и космос, моря, реки, океан, воздух, которым мы дышим, и без которого мы просто не представляем своего существования. Но вы знаете, Бог так все чудно устроил, что ты просто не перестаешь удивляться его мудрости и разуму, вложенному в свое творение. И вот для своего живущего Он создал свою атмосферу, или так скажем, среду обитания. Птицы плавают, птицам нужен воздух, рыбам нужна вода, звери, они живут в лесах, для того, чтобы они могли укриться и строить свои норы. Также для каждого растения Бог предусмотрел свое место, или, скажем, свой климат. Если, скажем, в пустыне не растут деревья, в лесах не растут кактусы, не та среда обитания, не та атмосфера. Так вот, друзья, наш Бог, он ищутный Бог. Он также предусмотрел идеальную атмосферу для семьи. Это Едемский сад, в который Он посвятил первую пару Адама и Еву. Давайте мы посмотрим, как это было в начале. Мы видим, что атмосфера была прекрасна. Климат был хороший, еды было сколько угодно, но одному Адаму, даже в этих хороших, прекрасных, благословенных условиях, ему было трудно. Ему нужен был соответственный помощник. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого человека жену и привел к человеку. И благословил их Бог и сказал им Бог, владитесь, размножайтесь и наполняйте землю, и обладайте ею. И владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И еще одно место, это первая глава в битве 28 тих. Извиняюсь, вторая глава в 24 тих. Друзья, мы видим, что были идеальные условия для жизни семьи. Ежедневное общение со всемогущим Богом. Красота Едемского сада. Вкусные и питательные плоды. И вот стих о том, что Адам и Ева были оба наги, говорит об их отношениях. О том, что они полностью, буквально полностью, они были открыты друг для друга. Никакой тьмы, никакого мрака и грека не было в их отношениях. Они полностью понимали и крепко любили друг друга. Они работали в саду. Бог дал им задание возделывать и хранить Едемский сад. Адам и Ева, они были венцом Божьего творения. Они владычествовали над рыбами. Они владычествовали над птицами. Они владычествовали над животными. Они обладали всей землей. Но после грека падения, атмосфера жизни Адама и Евы, она резко изменилась. Соделанный грек разделил их с Богом. И вместо красоты Едемского сада они получили тернии и волстцы. И вместо вкусных, питательных плодов они получили поти лица добытых лет. Отношения их тоже изменились. Они потерпели крат. Ушла открытость. И остались лишь взаимные обвинения. Бог спрашивает. Адам, где ты? Да я вот здесь, я спрятался. Я нах. Кто сказал тебе? Не ел ли ты от плод под деревом, который я запретил? Жена, которую ты мне дал, она мне дала и я ел. Ева, а что ты сделала? А это не я. Это змей оболстил меня. После грехопадения мы видим, атмосфера, она резко изменилась. Адам говорит, это не я. Жена говорит, это тоже не я. Это змей оболстил меня. Он сказал мне, я посмотрела. Мне понравилось. Я взяла и ела. Слово Божие говорит, не любите мира, не того, что в мире. Ибо все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И питание говорит, удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу. Друзья, мы должны сегодня удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Мы живем в этом мире, где похоть плоти, похоть очей. Понятно, что похоть плоти бьет мордки. Но не настолько, чтобы потерять их ради сегодняшнего супа. Ты готов променять благословение, которое уготовлено для тебя, своих детей, внуков, правнуков, сотни, тысячи родов. Ты что делаешь, друг? Ради чего ты сегодня грешишь? Может, ты думаешь, сбудется, сладится, забудется. Все как-то пройдет. Как-то все пройдет. Или ты скажешь, зачем мне эта жизнь? У меня в жизни так все плохо. У меня жена плохая, у меня муж плохой. У нас плохие отношения. Зачем мне все это? Я сегодня и здесь хочу удаляйтворить свой плот. Послушайте, друзья. Не шутите с подобными вещами. Подумайте о вашем пути.